В 1950-е годы, ну во-первых, гражданская война крупная в Германии, где против Атона Великого восстал его сын Людольф, а также его зять Конрад Лотаринский. Война была довольно кровопролитная, в основном Майнц, опорный основной город, который был за повстанцев. Ну и также они получили поддержку по всей стране от многих знатных таких ребят, от архиепископов и так далее. В принципе, победить в целом Атону удалось, и вот как раз на пике этой всей войны напали еще и венгры. Говорят, что венгров позвали Людов и Конрад. Вторжение венгров, оно сплотило немцев вокруг законного короля Атона, и это помогло, в принципе, ликвидировать это все восстание. После чего даже Конрад, который, в общем, был основным таким предателем, он решил, так сказать, что немецкие интересы важнее для него личных интересов, и он воевал с венграми. Август 955 года немцы разбили венгров в битве при Лехе, довольно кровопролитной, и как раз вот Конрад Лотаринский, он, так сказать, кровью искупил. Он погиб в этой битве как герой, то есть, ну хотя ранее он, собственно, и устроил гражданскую войну в Германии, из-за которой и пришли венгры. Битва привела к значительному сплочению немцев, у них поднялся национальный дух вокруг Атона, то есть, в общем, формируется в это время как раз Германия, и вот такие общегерманские представления о том, что это единый народ, у него единый король и так далее. И эти победы, они значительно помогают этому, конечно. Это последнее нападение венгров на Европу, все, после этого венгры вообще из Венгрии не выходили, хотя ранее они были грозой Европы. После этого он побил также славян, которые тоже попытались, воспользовавшись ослаблением Германии, опять наступать. И далее был значительно мирный период, 18 лет, то есть, прекратились войны с венграми и славянами, прекратились войны внутри Германии, однако этим он воспользовался для того, чтобы окончательно захватить Италию, о чем я позже скажу. Харальдсенезубый, король Дании. Ну вот вместо всяких банд викингов, наконец-то формируется государство викингов, это прежде всего Дания, вот вся картинка. То есть, вот красным то, что Дания была, а светло-желтым это другие территории, которые викинги контролируют на тот момент, Нормандия прежде всего. В Англии к тому времени их практически выбили, то есть были в принципе государства в Англии и в Ирландии, но местные к тому времени практически уже решили вопросы, и поэтому тут даже на карте не упомянуто, хотя какие-то точки, возможно, там есть у датчан еще в Англии. Харальдсенезубый принял христианство, в связи с чем он канонизирован, то ли это 50-е, то ли 60-е годы, потому что источники все-таки разные, принял христианство и начал его вводить, это подтверждается археологическими находками. В 970 году он разбил норвежцев и присоединил полностью Норвегию к Дании, то есть стал крупнейшим как раз королем всех викингов и внедрял везде христианство. Это позитивно, потому что, по крайней мере, уже можно было с ними договориться, то есть это не банды пиратов, а это уже государство было, и, допустим, разбив датчан, Атон Великий мог уже договориться, что они не будут нападать далее на Германию. Но, фактически, вот те викинги, которые пошли в Украину, которые пошли в Киев и Новгород, они тоже, в общем, как раз в эти годы и создают уже государство. И Хельга, и Свенельд, и Вальдемар, они будут, да, действительно создавать уже государство викингов на территории Украины и Новгорода. Известна надпись на рунах из этого Харальда о том, что он покорил всю Данию, но, правда, они не понимают, что имеется в виду. Может быть, он имел также гражданскую войну внутри Дании, как, допустим, Атон Великий, или что он имеет в виду, или, может быть, он имеет в виду подбеды над немцами и так далее. В общем, в чем тут покорение Дании непонятно. Говорят, что он был убит во время войны со своим сыном, то есть война отца со своим сыном распространенная, к сожалению, явлением в средневековой Европе того времени, потому что дети все время боялись, что их обманут при наследстве, их окружала какая-то обычная партия, которая их поддерживала, подзуживала их. В данном случае тоже этот король кончил тем, что воевал со своим сыном, и сын его убил. Хельга крестилась, что является довольно важным фактом для будущей истории Украины и России, так как появилось, соответственно, христианство. Как обычно, повесть временных лет гонит всякую пургу, из которой непонятно, когда она крестилась. Они приписывают крещение 955 году и рассказывают очередную сказку. Суть сказки в том, что викинги круче византийцев. То есть, скорее всего, информант Нестора – это викинг, который много рассказывает ему скандинавских сказок и постоянно пытается доказать, что викинги 10 раз там грабили Византию, что они круче и так далее. А умнее и прочее все. И все их конунги были прям суперкрутые ребята. Поэтому это мы игнорируем, но есть достоверные сообщения императора Константина Византийского, где он подробно описывает, как его посещала Эльга, архантисса России. То есть, он считает, что Хельга, она была действительно правительницей России. Он упоминает, что с ней, значит, Свентослав этот имеется, ее сын. Но он его как правителя не воспринимает, то есть, явно правителем она была. Непонятно, когда, кстати, Свентослав начал сам править, то есть, Свентослав который, но явно в 60-е годы дата точно не ясна. В 959 году известна также запись немецкая, то есть, к Атону, к императору, королю немцев, прибыли послы тоже от русских, послы Елены, королевы Рогов. То есть, они ее уже называют Еленой, Елена это имя, которое у нее было в крещении. То есть, на 59-й год, по немецким источникам, Хельга уже точно крещеная и называет себя Еленой. Так вот, пришли послы от этой Елены, и они просили, чтобы отправили епископа в Россию от немцев, чтобы он там поставил священников и так далее. Видимо, византийцы священников не дали. Пока епископ доехал, на Руси уже пришел к власти Святослав, который был язычником, и епископ поехал обратно. Это все тоже отражено в немецких документах. То есть, где-то между 59-м и 62-м годом пришел к власти Святослав, и он опять начал политику на язычество. А мать его, вот эта Хельга, она проводила, да, христианизацию, крещение, строила там церкви в Киеве. Ну, вот это то, что независимые источники нам рассказывают. По всей видимости, но, как рассказывает повесть временных лет, в 968-м году Хельга умерла, ну, это, в общем, тоже все непонятно. Так, сведения о посещении Константинополя в 955-м не подтверждаются. То есть, когда она крестилась, непонятно, а Константин описывает дело так, что как будто она уже крещенная. Скорее всего, она крестилась именно в 957-м году, когда она приехала. Константин прям точно даты пишет, когда они встречались, 9 сентября и 18 октября 957-го года. То есть, осенью 957-го года Ольга была в Константинополе. Видимо, без участия Константина она крестилась, потому что непонятно, где бы ей еще креститься. И в ее свете каких-то священников даже Константин упоминает. То есть, какие-то священники, видимо, были на Руси, но не было епископов, поэтому пытались у немцев взять епископа, который имеет право ставить священников. Почему византийцы не дали епископа, непонятно. Константин не рассказывает. Другие есть еще византийские источники, которые все говорят, что да, была Эльга, жена этого русского архонта Ингвара, и она была крещеная, и она посещала Константинополь. В общем, все, что из этого известно. Скорее всего, да, осенью этого 957-го года ее крестили, потому что непонятно были ли на Руси священники независимые. Она распространяла действительно христианство, и в принципе, Хельга реально создала государство. То, что ее муж был бандит просто, а Хельга действительно пыталась создать единое какое-то государство с системой налогообложений, с чиновниками, и она уже поняла, что основой этого государства должно быть христианство. Это у нее были правильные идеи, хотя ее, значит, сынок Свенель, он попытался все-таки опять из этого всего сделать пиратскую базу, но плохо кончил, о чем я расскажу. Ольга была умнее Святослава и понимала, что тут нужно сделать на Руси. Что касается Константина Багринародного, про него тоже нужно сказать, человек выдающийся, как я уже рассказывал, был переворот Романа, когда он был маленький, Романа, который командовал флотом византийским, и Роман на 24 года был у власти. Все это время Константина отстранили от политики, он занимался науками, и в науках он преуспел, то есть он был фактически ученый. В 944 году сыновья свергли этого Романа, потом восстал народ, и, наконец, привели Константина ко власти. То есть он внезапно оказался у власти, хотя думал, что его отстранили. Занимался в основном наукой. Ну, правил он мудро, правил 15 лет. Есть сведения, что его отравил его собственный сын, непонятно почему. При Константине в целом были успехи, вот эти русские дела, значит, в принципе, рассказал. С болгарами в целом был мир, но от шведов отбились. Ольгу крестили, то есть вот на русском направлении в целом у него успехи были. Арабы находились в кризисе, поэтому на арабов наступали при Константине, активно перешли Ефрат, взяли крепость Самосата. То есть значительные районы были отбиты именно Константином у арабов. Но у арабов совсем все плохо. Там три халифа, еще и шииты, еще и тюрки между собой там за халихат, еще и всякие секты. То есть действительно была возможность победить арабов у него. Константин больше даже известен не этими победами. Он написал большое количество интересных и больших сочинений. О фемах, о церемониях, об управлении империей. В сочинении об управлении империей очень много он пишет об окружающих государствах Византии, там по географии. О хорватах очень много пишет. Хорваты это сочинение любят. Я посмотрел хорватской Википедии. Прям тут трактат такой. То, что он именно рассказывает подробно, какие там были хорватские государства, и они только от него могут эти источники получить, потому что хорваты сами не занимались летописью. Константин не был заинтересован врать. Кроме того, он был воспитан в научной методологии. Врать что-то там о славянах, о которых он плохо знал, ему не надо было. Поэтому его сведения абсолютно достоверные. Что касается России. Именно Константин Багринародный использует слово Россия. о вот этих территориях, которые находятся под властью русов, то есть шведов. Видимо, слово России просто взяли, так как далее эти сочинения все были известны. Скорее всего, когда Петр Первый переименовывал, скорее всего, просто ему сказали, что упоминал Константин, император России, и его просто позднее взяли. А под Россией он имеет в виду территорию, которую контролируют русы, то есть шведы. Архонтом России, он пишет уже после Ольги, пишет, что Архонтом является Свентослав, сын Ингвара. То есть Свентослав, это значит Свентослав, тогда была носовая, Свентослав это будет произноситься, значит, по-древнерусски. Это славенизированная форма слова Свенельд. Скорее всего, звали Свенельд или Свенельд, но вот он уже эту славенизированную форму ему сказали Свентослав, поэтому он ее записал. В то же время он пишет, что славяне являются данниками вот этих русов. То есть в стране в России правят русы, шведы, а славяне платят им дань, вот так описывает Константин. И это вполне, значит, явно, что это вот такому и было. Кто такие славяне, уж Константин прям знает прям доподлинно. Там уже 400 лет, как и Византия, имеет много всяких сложных отношений со славянами. Но вот славяне там не правят в этой стране, он пишет. Они платят деньги шведам, а шведы, соответственно, вот там управляют, являются архонтами и вот политику всякую ведут от лица славян. Шведы контролируют города Немоград, то есть Новгород, Милиниска, то есть Смоленск, Вуссеград, то есть Вышгород, Чернигога, Чернигов и Киоава, Киев. То есть примерно вот эта территория, которую сейчас рисуют, действительно шведы контролировали. Он описывает Днепровские пороги, причем название порогов он дает по-русски и тут же дает шведские, да? То есть русский язык для него, это шведский язык для Константина. И отдельно по-славянски. Вот по-славянски действительно он какие-то слова из древнерусского языка, которые он слышал, действительно как-то переделывает. Ну то есть по сведениям Константина, это формирующееся государство действительно шведов, где два фактически народа, один народ правит викинги, и другой народ платит дань, то есть славяне. Пока что это разные, но постепенно они будут сливаться, как, кстати, в Англии также произошло, в Англии тоже захватили сначала норманны, а потом они слились там с англосаксами, получились англичане. То есть это, в общем-то, не так плохо. То есть у нас традиция ложилась, историческая, с самого начала была. Обязательно нужно врать, и, к сожалению, это въелось. Врать не нужно. Вот были викинги, вот значит были викинги. Позднее там действительно выдвинулись разные славянские лидеры, но вот о них и надо говорить. Надо говорить, как было.